Бисмиллахи ррахмани ррахим Альхамду лиллах Ассалату ассалама аля Расулиллах Аля алиха ассабих аджма'ин амма ба'ад Продолжим синтаксический разбор суры Аль-Нази'ат Мы разбирали 16 айт Иднадагу раббуху билвадил мукаддаси тува На прошлом уроке мы провели разбор слова Идн Сказав, что это Исмун мабдин Емест неизменяемым окончанием Сакуном на конце Мутаалюкун бихадит Состоит в смысле связки со словом хадиса В этом случае она будет Это у нас Обстоятельство времени Идн является мудафом Является первой частью зафетной связки Надагу надо это фиолин мадм Глогол прощающего времени Мудни аля фатхин мукаддрин аля ахри С неизменяемым окончанием Соскрыто на конце фатха Проявиться огласовки фатха Здесь помечала невозможность Дать огласовку буквы алиф То есть истихалюто тахарейки ля алифи Адаму им кани тахарейки ля алифи Альха это домирн муттасалюн слитное местомение Мобни аля доми с неизменяемым окончанием С домой на конце Фимахалли насмин на месте паджа насминитину паджа Это будет морфоль михи линада Прямое дополнение глагола надо Раббу хон Рабба это фаилюль фиали действующее лицо данного глагола Субъект действия Морфу он поставлен в состояние рафа именительной падежи В алямату рафи признак паджа рафа этом имени Адаму тазахирату фи ах или хи явной даму на его конце Рабба мудаф Имя рабба является первой частью изофятной связки Вальхау это домирн муттасалюн слитное местомение Мобни аля доми с неизменяемым окончанием с дома на конце Фи махалли джарин на месте паджа жар родителю паджа Мудафу на алихи вторая часть изофятной связки Глагол надо и его фааль все это глагольное предложение Фи махалли джарин би ид на месте паджа жар родителю паджа посредством слова ид то есть это у нас мудафтный и лейхи лид является второй частью изофятной связки для слова ид Дальше Билвади Альба это харфу джарин предлог родителю паджа Мобни аля лкасри с неизменяемым окончанием с кастры на конце Альвади маджрурум Билба поставлены харфом ба в состоянии джар в родителю падеж У аламуту джарин признак паджа джар в этом имени Алькасра тул мукадрату аля ахри скрытые на его конце кастры мана амин азухоли ха ассикалу проявиться которой помещала трудность произношения кастры над буквой я то есть из аслу лвади альвади биля так как в основе здесь было бильвади с буквой я на конце которая в итоге была удалена хвасмун фахвасмун манкулс в итоге получается что это то что называют недостаточным именем то есть именно конце которого имеется неудвоенная буквой я мы уже раньше говорили на эту тему подробно в другом месте поэтому не будем все это повторять Вальджару вальмаджруру предлог родителю паджа ба и поставлен им состояние жар имя альвади все это мутааллигане бель фиал мутааллигане бенада состоят смысловосвязки с глаголом надо аль мукаддесе аль мукаддесе аль мукаддесе это нахт или сифра лилвади то есть описание определение слова альвади у нахту мачрури мачрурун мислю а определение поставленное состояние жар имени также как оно то есть также как и предыдущее будет состояние жар в родительном падже в альламу то жарип признак паде жар в этом имени аль каср ту захрату фи ах рыхи явно касры на его конце дальше туван тува это бадун лилвади то есть замена заменительное приложение слова «Аль-Вади», «Убадалюль-Маджрури», «Маджруру-Митслу», также как и «На́д», «Замена», то есть заменительное приложение поставленное в состояние «жар-Имени», также как предыдущее будет в состояние «жар-Имени», «Родительным падежем». «У алямуту жари», признак падежа «жар-Имени», «Аль-Касра», «Тал-Мукадрату», «Аля-Ахри», «Скрытый на его конце «Касра», «Ман-Амин-Зухури», «Хатта-Аз-Луру», «Проявиться к огласовке «Каср», здесь помечала невозможность дать огласовку «Альфу», то есть «Альфу» имеющимся на конце этого имени. Почему? Потому что «Из-Ас-Лу Туан, Ту-А-Юн», так как основой «Туан» являлась «Ту-Юн», также как, например, «Фат-Юн» и «Фат-Юн», «Худ-Юн» и «Худ-Юн» в итоге. Но об этом, вначале мы поговорим, в части «Сарфа». То есть здесь, например, «Ту-Юн», «Тахар-Ру-Кат-Иль-Яуан», «Фат-Ах-Ма-Кабля», «Факули-Бат-Алифа», и так далее. То есть, вначале мы об этом поговорим, в части «Сарфа». Следующая айта, это у нас «Из-Аб-Иля-Фирауна, Ин-На-Ху-Тага», «Иди к Фарауну» или «Отправляйся к Фарауну», «Поистину он приступил к границе», то есть границе дозволено он. «Из-Аб-И-Эта-Фи-Алю-Амрни» — это глагол «Повеление», «Приказа», «Повелительная форма» глагола. Глагол с неизменяемым кончайным суконом на конце. «Офа-Алю-Хи-Офа-Аль», действующий лицо это, «Дамир-Мустат-Рун-Фи-Хи-У-Джубан», скрытый в нем в обязательной форме местемения «Та-Кли-Ру-Ха-Анта», который выражен местемением «Анта», то есть местемением единственного числа мужского рода второго лица. «Валь-Фи-Алю-Ма-Фа-Аль-Хи» глагол «Из-Хаб», вместе со своим фаалем, все это «Джумля-Тун-Фи-Ал-Итун», глагольное предложение. «Та-Фси-Ритун-Ли-Нада», то есть является пояснительным предложением для предложения «Нада-Ху-Раб-Буху». «Фа-Ла-Махал-Ла-Хамин-Аль-Ираби», в этом случае оно не имеет места в падеже. «Ау-Или-Жи» мы можем сказать «Эта-Ма-Ку-Ли-Л-Кау-Ли», то есть «Ма-Фа-Аль-Би-Хи» прямое дополнение «Ли-Фи-Ал-Ин-Мах-Зу-Фин», то есть «Ка-Ли-Из-Хаб», «Ка-Ли-З-Хаб», «Сказал ему отправляйся». В этом случае он будет «Ма-Фа-Ли-Би» для скрытого глагола, то есть скрытого подразумеваемого глагола «Ка-Ли», то есть будет «Фи-Махал-Ли-Нас-Намеси падежа на свинительную падеже». «Аллаху а'lam».